В новом созыве Общественной палаты Приморского края, который приступил к работе в 2020 году, впервые уделено большое внимание развитию территориально-общественного самоуправления. ТОС – это не только эффективный механизм управления жилым фондом, но и способ решения вопросов, актуальных для конкретного микрорайона, группы домов или улицы. ТОС расшифровывается территориально-общественное самоуправление. То есть, когда несколько домов объединяются вместе, чтобы решать совместные проблемы и задачи, ровно те дома объединяются, у которых есть общие интересы. Допустим, общий двор, общий проезд или, допустим, пустырь, который они хотят преобразовать в сквер. Для этого они объединяются и действуют сообща, представляя свои интересы перед властью, депутатами, бизнесом, общественными организациями. Действуют как единая сила. Мы все с вами живем в домах. И надо понимать, что никто за вас не придет и не побеспокоится за ваш двор, за ваш дом, за вашу квартиру. И это шикарный инструмент для повышения контроля за территорией, где вы живете, и повышения осознанности нас всех. И поэтому это часть работы нашей, как палаты, развитие нашего общества, развитие осознанности нашего общества. Создание ТОС позволяет горожанам совместно отстаивать свои интересы в диалоге с органами власти и бизнесом. Например, с теми же застройщиками, которые охотнее прислушаются к мнению жителей группы домов, чем к отдельным активистам. Кроме того, ТОС праве выдвинуть бюджетные инициативы в области благоустройства, дорожной сети, культуры, спорта и так далее. Органам власти в этом случае легче планировать различные программы и мероприятия, основываясь на мнении горожан. А при выделении бюджетных средств на какой-либо проект по линии ТОС можно быть уверенным, что жители проконтролируют эффективность их расходования. На самом деле, последние года три идет такой довольно бурный рост, и сейчас их уже больше 20. Точную цифру назвать сложно. Почему? Потому что некоторые находятся в стадии регистрации. Я уже говорила, что ТОС – это очень хороший инструмент, и поэтому сейчас первый этап – это развитие на территории города Владивостока, потом уже тиражирование в крупные города Приморского края, и как конечный пункт – это тиражирование в сельские населенные пункты, используя инструмент сельских старост. Потому что в деревне каждый живет в своем дворе, вроде как его территория, о дороге, о площадке. И мне кажется, что в сельских населенных пунктах ТОС очень нужен, и мы туда придем. С 2017 года число ТОС выросло в семь раз и продолжает расти. Инициатива к общественному самоуправлению очень полюбилась жителям Владивостока. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.